Дырку от бублика, рукава от жилетки. Такую прибыль получат в этом году в Борской агрофирме после реализации полученной продукции. И совсем не потому, что урожай скудный. Совсем наоборот. Зерна на 40% выше, чем в прошлом году. Молока стали получать гораздо больше. Урожай картофеля вообще в этом году выше вдвое. Урожай картошки отличный. По качеству картошка неплохая пока идет. Этот картофель будет лежать, потому что он чистый, нет фитоктуры на нем. Но прибыль крестьянам подсчитывать не суждено. Ее съели расходы. Все те же горючие смазочные материалы, запасные части для техники, электричество, удобрения. Цены на все это взлетели настолько стремительно, что компенсировать эти расходы нет никакой возможности. Раньше жили за счет реализации молока. Как-никак живые деньги. Сейчас цены на него настолько смешны, что животноводство – это прямые убытки. В результате денег еле-еле наскребают на выплаты зарплат. Зарплата, во-первых, низкая. Очень низкая даже в работе по нашей. Сколько? Ну, где-то сейчас вот. Летом-то побольше. А зимой-то вообще все там 4-5 тысяч. Что за зарплата по нашей цене? Это смех один. И это одно из крепких хозяйств области, которое еще три года назад могло позволить себе покупку новой техники. Сейчас это только воспоминания. Село уже на грани, говорит руководитель агрофирмы Лев Ситников. Брали кредит в июне – миллион шестьсот рублей. Думали расплатиться после уборочной. Уже пришло время первой выплаты. Отдадим на это последние деньги. Себе опять ничего не остается. И никакие компенсации из бюджета уже погода не сделают. Больше всего крестьян задевают упреки в том, что селу дают все больше и больше денег. И все бестолку. Не помогайте мне покупать трактор. Не покупайте мне, значит, покупать корову, в конце концов, или там, значит, животное. Купите сами. Зачем перекладывать, значит, те же деньги из кармана в карман? Купите, значит, так и наймите нас на работу. Дайте нам задание, значит, так, дайте нам, значит, заказ, допустим, сколько мы должны произвести, какого качества, в каком графике поставить, значит, для обеспечения нужд, в конце концов, и населения, и организации, прежде всего, наших горожан и нашей Нижегородчины. Есть некие схемы, есть некие программы, которые, в принципе, на бюджетные деньги закупается техника, вот, отдается, значит, как бы в лизинг, значит, в аренду сельскохозяйственным предприятиям, вот. И эта техника работает, работает сезонно, значит, работает у меня, допустим, на полях и на ферме в сезон работ, а в зимний период работает на, допустим, обеспечение задачи, проблем бюджета, бюджетных организаций. Чищу дороги, подвожу там, значит, топливо, там, еще там какие-то могли бы работы быть. Это вот такая, значит, то есть, очень интересная форма. Значит, нет, вот, кто-то, конечно, значит, сильно посоветовал, кто-то там сильно полоббировался, чтобы это все-таки губернатор не получилось, значит, да. Вот, нашли другие, как бы, значит, может быть, формы и побоялись все-таки, значит, пойти по этому. Купить бы в Беларуси действительно трактора, вот, обеспечить нас все-таки по минимуму тракторами, посмотреть, прокатать это дело. И я считаю, что это правильный путь. И я хочу сказать, что некоторые бюджетники, вот конкретно у нас в районе, значит, так, бюджет все-таки купил по этой схеме трактора, но для ЖКХ, для ЖКХ, именно по этой схеме. Значит, это нормально, значит, это можно, и это, в принципе, вполне обоснованно. И очень много, я считаю, значит, тех задумок и тех, вот, новшеств, значит, тех, значит, реальных, революционных вопросов, которые предлагал, и которые есть у меня, значит, у такого высокого уровня управленца, как у Валерия Павлиныча, просто, значит, так забалтываются, значит, закатываются куда-то в ковер, вот, и не реализуются, в конечном счете. Машина загружает полный кузов убытков и увозит их на зерносушилку. Там они подрастут еще на треть. Яровой ячмень, суперэлита, авторского сорта, специально привезенный из Белоруссии, дал хороший урожай. Хозяйство Нивы могло рассчитывать на прибыль за счет продажи полученных семян. Но если бы они были убраны с поля месяц назад, выехать туда просто не было возможности. Две недели дождей, и зерно стало кормом для скота. На корню подешевело в два раза. В настоящее время влажность 24,7, то есть 11% нужно влажности убирать. Это громадные затраты и людские, и финансовые. Этот год в Исковском районе называют потерянным. Все средства, которые были вложены в землю, смыли бесконечные дожди, которые пришлись как раз на время уборочной. В результате зерно сыпется и прорастает, а в поле выехать невозможно. Впервые к концу сентября в Ниве остаются неубранными 800 гектаров зерновых. Сейчас уже понятно, что 30% урожая потеряно. Такой уборки ни разу не было. За все 20 с лишним лет уже на комбайне не было такой уборки влажности. Всегда управлялись в сухую погоду. Даже вот выезжая на дорогу машину высыпать, чтобы не вязать в поле. Но это еще полбеды. О второй половине позаботились продавцы топлива. Они традиционно взвинтили цены на горючее. За год оно подорожало на 65%. А поскольку объемы производства в Ниве достаточно внушительные, горючего тратится приличное количество. Стало быть, затраты на него растут как снежный ком с каждым месяцем. На компенсации с федерального и областного бюджетов рассчитывать бесполезно. Из 7 миллионов возвращается лишь один. А дальше загибаем пальцы. Подорожавшее в два с лишним раза удобрение. И убыточное производство молока. Подбиваем бабки. И что видим? Мы минимум теряем 30 миллионов рублей. Это что такое из одного хозяйства вынуть 30 миллионов рублей? Это мы не сможем покупать сегодня. Ни технику, ни оборудование. Это мы должны сейчас, по крайней мере, замерзнуть на том уровне минимум на два года. И как-то стараться еще платить те кредиты, которые взяли ранее. Практически два года мы обречены. Никакого развития, никакого прогресса вперед не будет. Если, конечно, не будет принят кардинальных мер с стороны федерального правительства и областного правительства. И я сегодня, пользуясь тем, что вы приехали, я просто сегодня обращаюсь к областному правительству, к законодательному собранию, лично к губернатору Валерию Павлиновичу Шансу, что надо принять сегодня какие-то исчерпывающие меры, и надо помочь сельскому хозяйству хотя бы выделить какие-то определенные деньги для того, чтобы зерно убрать и досушить его. Потому что хотя бы на сушку зерна еще выделить дополнительное какое-то количество средств, чтобы можно было, хоть что мы еще сможем убрать, чтобы можно было просушить, а не сгноить на таках. А в дальнейшем сегодня надо рассматривать, как положение и ситуацию в сельском хозяйстве чрезвычайно, и надо принимать, исходя из чрезвычайного положения, надо и принимать чрезвычайные меры. А сейчас парадокс получается. Если бы Нива вообще ничего не сеяла или оставила бы весь урожай в поле, могла бы обойтись вообще без убытков. И это одно из лучших хозяйств региона. Если уж его ставят на колени, что говорить о предприятиях средней руки. Поэтому в области до сих пор остаются неубранными более 80 тысяч гектаров зерна, две трети всех площадей картофеля и более 80% овощей.